Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба онлайня Евгений Егерьевич Калешин. Евгений Егерьевич, пожалуйста, ваше послематчевые комментарии. Я думаю, что мы по моментам наиграли на победу и должны были 2-3 мяча 100% забивать. Но, к сожалению, не реализовали те моменты, которые у нас возникли из хороших ситуаций, стандарта и несколько подходов. А потом была игра после грубой ошибки, как неудачно мяч отскочил, и нас на одном меньше было в этот момент. Она немножко развернулась, и команда немножко занервничала. Хотя даже при счете 1-1 был эпизод, когда мы могли склонить чашу весов в наши пользы. Но ничего страшного. Для меня, как человека, который опытный в футболе, все ясно, понятно, как обстоит дело на сегодняшний день. И в Великий пост мне хочется нехорошее что-то говорить. Я только хочу сказать спасибо команде, спасибо болельщикам за поддержку. Все в конце концов будет восстановлено, и баланс будет соблюден. Те, кто против футбола, они пожнут против. Те, кто за футбол, они будут наверху. Поэтому мы за футбол, к сожалению, не играем дома, не можем почувствовать теплоту наших болельщиков. Но то, что есть, есть. Поэтому поздравляю соперника с победой. А мы сделаем ошибку, работаем над ошибками и продолжим работать. Ничего. Жизнь сегодня не закончилась для нас. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. Вене Юрьевич, что все-таки случилось, играл, как будто переломилось. Начало игры было очень такое хорошее, живое, и имели много моментов. Но все-таки что стало переломным моментом? Именно вот эта ошибка или что-то другое все-таки? Я думаю, что ошибка повлияла. Ну и другие факторы. Потому что на поле находятся не только две команды, находятся арбитры. И как бы все влияет. Нет мелочей вообще в футболе. Одно с собой, даже зубы важно чистить. А качество принятия решений всех, всех участников матча, оно зависит от их уровня. Если этого уровня нет, то принимаются решения бездарные, безобразные, которые влияют на все. Поэтому, как можно на это повлиять? Мы можем повлиять только сделать такую команду, которая была способна против 15-14 держать удар. Тогда это цель будет, конечно, такая цель, чтобы футболисты не об этом обращали внимания. Это цель наша, которая сильная, мощная команда, которая способна держать напряжение. Вот и все. В этом ключе надо просто работать. Думать туда, а не оглядываться назад, то, что делают другие люди. Какая нам разница? Это зависит от воспитания, от уровня ответственного. Еще зависит от того, какие у тебя нравы, какие ценности ты в футболе ценишь. Все же все будет восстановлено в конце. В конце у всех спросят. То есть все от дел своих осудятся или оправдаются. Если кто-то думает, что это накопил здесь, куда потом это все девать? Потом это все выльется, конечно, в другую сторону. Поэтому нет никаких сомнений, что команда обретет сильное лицо, и клуб будет намного более стабильным, когда вернется на свой стадион. Тогда мы посмотрим. Сейчас принимаем яд этого поражения. Просто принимаем, ну как, ты по чуть-чуть его глотаешь. И уже много раз это было со мной. Ничего страшного. Я не вижу логики какой-то огромной эмоции тратить на то, что ты не можешь изменить. Мы можем изменить, да, чтобы так не ошибаться. Это мы сделаем сто процентов. Остальное все поживем, увидим, кто окажется прав, кто окажется сильнее. Мне кажется, тот, кто за правду, тот сильнее всегда. Претензии к судейскому имеются? Я не знаю, кто это. Я занимаюсь тренировками команды. А тот, кто занимается там арбитами, это же вообще не мой вопрос. Это там, как бы они сами пусть разбираются, они знают, как развивать футбол. Пусть развивают. В конце декабря прозвучала мысль о том, что состав боеспособный и способен решать все задачи. Что вы не планируете менять состав? Сегодня вы эту мысль не можете повторить? Состав боеспособный и способен решать? Конечно, боеспособный. Конечно, однозначно. В этой лиге, первой лиге, это золотой состав. Тут как бы нам надо... Да, естественно, люди есть, которые постарше, да, они могут... Да, мы посмотрим еще, но у нас подходят очень ребята хорошие. Там, Дино, 2100, 2005, 2004. В этой лиге на таком низком уровне футбола, который в России находится, 100% мы можем обыграть всех. Надо просто правильные выводы сделать и все. А остальное я даже не сомневаюсь.